Так метр за метром трактор прокладывает в поле ровные полосы, будто дорога к финишу. В Рыбной Слободе аграрии отчитывают дни до завершения посевной. Говорят, пашня в отличном состоянии. За день мы сеем 30 гектаров, 25-30 баранований во время и культивации во время. Из-за этого хорошая земля. В агроферме Рыбная Слобода завершается севпшеницей и уже видны всходы кукурузы. Ракиф Гемодиев засеял 7,5 тысячи гектаров, дважды проведя подкормку. Посеяли мы полностью гороху. Всходы тоже хорошие, нормальные. А зима очень в хорошем состоянии. 1570 гектаров, все они нормальные. Мы ожидаем от них 30-35 сетнеров. Сегодня в хозяйстве Ракифа Гемодиева большая делегация. Ход посевной оценивает Марат Зебаров. В районе сегодня засеяно 86% пашни. Пшеница, ячмени, горох здесь традиционно в центре внимания. Как отметили в Минсельхозе, весеннеполевые работы в республике выходят на финишную прямую. Сегодня в Татарстане засеяно больше полутора миллионов гектаров земли. Это 87% от плана. В ряде районов работы практически завершены. Среди лидеров Тетюши, Заинск, Муслюм, Ванурлат и Сарманово-Ябуинск. Ситуация стабильная, заверил министр. Погода не подвела. Часть республики дождей хорошие покрыли. Это вот Придволжская, Буинская зона, это Северная зона, зона Мамадыша. Хорошие дожди прошли. Но вот зоны Мензелинского района, те края, в принципе, как и там и первых дождей не было, эти дожди там тоже не прошли. Но несмотря на это, есть все агротехнические приемы, листовые подкорки по внесению кассы в почву. Всеми этими агроприемами надо заниматься. Еще такое не видел. Тут карбонат будет полностью, да? Осмотрел министр и животноводческие комплексы района. В хозяйстве Александра Григорьева через месяц откроется новый автоматизированный коровник на 150 голов. Это позволит расширить бизнес, а вместе с ним и увеличить поголовье КРС. Помогла грантовая поддержка. На эти деньги гранта купил доильных роботов за 16 миллионов и 14 миллионов потрачу на коров самих. Сегодня в районе содержится больше 13,5 тысяч голов КРС. Снижение за год почти на 500. Это общая тенденция. У некоторых хозяйств избавление от лейкозных коров. Планов-то много на самом деле. В планах на две фермы на тысячу голов каждый. В районе занимаются разведением и татарской породы лошадей. Одну из ферм посетил Марат Зебаров. Затем пообщался с сельчанами и обсудил низкие закупочные цены на молоко. На прошлом совещании мы кооперативы все собирали. Я тоже попросил всех смотреть цену у нас этих мелких закупщиков-перекупщиков молока, которые население собирает. Мы тоже их должны отслеживать. Есть такие товарищи, которые у себя за то, что они молоко от населения до молозавода довозят, до 7-8 рублей оставляют. Но этого быть не должно. 2-2,5 рубля – тот предел цены, который мы видим. Марат Зебаров поручил руководству района оперативно реагировать на все вопросы фермеров, связанные с ценами на молоко.